Я приветствую всех в этом зале. Меня зовут Попов Андрей Анатольевич, проектор по науке и инновациям. И сегодня университет в рамках традиционных лекций просветительских проводит лекцию на одной из болезненных сегодня тем, крайне актуальных, посвященных вопросам вакцинации и коронавирусу. Я думаю, что особая ценность таких лекций заключается в том, что они звучат из уст ученых. Это не просто мнение, это будет высказано четкой, настоящая позиция, признанная наукой, а не мнение, которое мы можем услышать о коронавирусе или о вакцинации на улице или кругу своих друзей или коллег. Поэтому такие мнения очень ценны. И нам бы хотелось прежде всего, конечно, ответить на ваши вопросы, на те проблемные вещи, которые вас мочают. И для того, чтобы вы смогли стать, наверное, проводниками в жизни по принятию, я бы сказал, позиции медицины современной, о вакцинации необходимости и о роли вакцинации вообще в сегодняшнем современном мире. Сегодня у нас будет три лектора. И по решению, собственно, лекторов у нас будут присутствовать трое, еще раз повторю. Это Юлия Владимировна Саранчина, кандидат биологических наук, которая представит часть лекции, посвященную вопросу коронавируса и иммунный ответ организма. А вторым выступит доктор фармацевтических наук Дутова Светлана Вячеславовна. Ее часть лекции будет посвящена вопросам эпидемиологии. И мы посчитали, что очень ценным будет сегодня выступление еще одного человека, который сегодня не обременен к ученым нестепенями и званиями, но имеет практический опыт работы в красной зоне. Это наш студент, студент четвертого курса. И наш вектор представит его самостоятельно. Добрый день, уважаемые слушатели! Очень приятно вас здесь видеть. Большое спасибо, что вы к нам пришли. И сегодня мы хотим вам рассказать о тех основных теоретических особенностях, касающихся строения коронавируса, его особенностей размножения, а также о том, как, собственно, наша иммунная система, наш организм реагирует на вирусную инфекцию. Но, во-первых, мы с вами должны разобраться с основными ключевыми понятиями. Самый первый вопрос. Кто или что такое коронавирус? Коронавирус – это вирус, который относится к семейству коронавирусов, среди представителей которых есть виды, вызывающие острую респираторную вирусную инфекцию, протекающую в легкой форме и в тяжелой форме. Во-вторых, вирус, который вызывает заболевания, распространившиеся по всему земному шару, называется SARS-CoV-2. Этот вирус вызывает заболевания COVID-19, и это заболевание характеризуется тем, что поражается прежде всего дыхательная система, и проявляется это в виде бронхитов и пневмоний. Следующий вопрос, о котором мы поговорим. А вирус вообще существует? Ответ – да, вирус существует. А откуда мы это знаем? Мы это знаем благодаря многочисленным научным исследованиям, которые были проведены по всей стране, по всему миру, с помощью современных методов научных исследований. Что удалось нам узнать? Удалось выделить коронавирус из различных биологических объектов, из большого количества диких и домашних животных, птиц, а также от человека. Очень долгое время считалось, что коронавирус встречается только у животных. И это связано с тем, что в основном, до определенного момента, коронавирус выделяли именно из организма животных. И только в 1965 году впервые коронавирус был выделен из организма человека, болеющего легкой формой острой вирусной инфекцией. На сегодняшний день мы знаем, что коронавирусная инфекция встречается и у человека. Причем каждый вновь открываемый вид вызывает все более тяжелое течение заболевания у человека. И именно с тем, что очень распространены такие тяжелые коронавирусные заболевания, коронавирусы сейчас широко изучаются со всех сторон. Следующий вопрос, вполне логичный, возникающий. А как вирус попал в человека? Вопрос, ответ на этот вопрос простой, от животных. Считается, что природным резервуаром, то есть источником, где изначально содержится коронавирус, являются летучие мыши. Промежуточными хозяевами между летучими мышами и человеком выступают различные дикие домашние животные. Например, цеветы, это типа таких вот небольших норок, животные норки или кошки, верблюды и панголины. Это один из представителей мегапитающих. Также коронавирусы были выделены из домашних животных, таких как свиньи. Как же человек заразился коронавирусом? Это произошло в результате прямого контакта человека с животными, а уже в популяции людей коронавирус передается от человека к человеку. Таким образом, мы видим, что заболевание COVID-19 это зооантропонозное заболевание. То есть изначально передалось от животных к человеку и затем распространилось от человека к человеку. Еще один очень интересный вопрос, который всех волнует, это собственно, а почему мы не видим вирус? Ответ закономерный. Просто размеры вируса настолько маленькие, что и для того, чтобы мы их могли увидеть, нам нужно воспользоваться специальным оборудованием. Ну, какие, например, размеры? Вот на данном слайде вы можете увидеть различные биологические объекты, начиная от 0,1 нанометра и заканчивая 100 метрами. Это у нас секвойя. Что же касается вирусов, то они занимают положение между бактериями, вот они вирусы, по размерам своим, и между белковыми молекулами. То есть размеры вируса примерно в 10 тысяч раз меньше 1 миллиметра. Так вот, с помощью какого прибора мы можем увидеть вирусы и их видя? Это приборы электронные микроскопы. Почему электронные микроскопы? Потому что только в этих микроскопах для получения изображения используется поток электронов, которые насквозь проходят, сквозь изучаемый объект. И, соответственно, это позволяет нам увидеть как внутреннее строение коронавируса, так и его поверхностную структуру. На сегодняшний день с помощью различных методов научного исследования, то есть кроме электронного микроскопа, вот это электронный микроскоп, с помощью него, собственно, мы и увидели, как устроен вирус. Также используются и другие методы, такие как молекулярно-генетические. Они позволяют изучить генетическую структуру вируса и вирусологические методы, которые позволяют нам изучить особенности размножения этого вируса. Таким образом, возникает вопрос, а что же собой представляет вирус? Если более сложное такое научное построение, то вирус представляет собой вот такую вот частицу, которая состоит из липидной оболочки, на поверхности которой встроены белковые шипы. И внутри вот этой липидной оболочки находится нуклеокапсид. Он представляет собой молекулу рибонуклиновой кислоты. И вот она желтым цветом показана, как эта молекула намотана на комплекс белков. Если по-простому, то мы можем представить себе, что коронавирус это детская игрушка-киндер-сюрприз. Где шоколадное яйцо это липидная оболочка, пластиковое яйцо это белковая оболочка ликапсид, и, собственно, РНК это детская игрушка. Вот так устроен вирус. Наверное, кто-то из вас слышал, что существует несколько разновидностей коронавируса. И они открыты в различных странах. И каждый из них, нам каждый день говорят в новостях, что вот новый штамм коронавируса, он там еще более тяжелый и так далее. Да, действительно, у SARS-CoV-2, у этого вируса, существует несколько генетических разновидностей, которые называются штаммами. На данном слайде вы видите 5 основных штаммов, которые на сегодняшний день, согласно Всемирной организации здравоохранения, вызывают беспокойство. Почему они вызывают беспокойство? Потому что именно эти 5 штаммов наиболее часто выделяются от людей, которые болеют коронавирусной инфекцией, причем в достаточно тяжелой форме. Какие это штаммы? Альфа, бета, гамма, дельта и омикрон. Вы видите, что они были открыты в разное время в разных странах. То есть не открыты, а выявлены первый раз, обнаружены у больного в этих странах. И, наверное, тоже вы в курсе, что наиболее сейчас распространенным штаммом является дельта. То есть сейчас, если люди болеют коронавирусной инфекцией, чаще всего у них штамм дельта обнаруживается. Следующий очень важный вопрос. Собственно, откуда эти штаммы берутся? То есть почему так много различных разновидностей? Ответ заключается в том, что когда происходит взаимодействие вируса с живой клеткой, это нужно для того, чтобы вирус мог размножиться. То есть появилось много-много копий этого вируса. А чтобы появилось много копий вируса, нужно вот эту молекулу РНК очень много раз накопировать. Это происходит внутри клетки. А так как это достаточно сложный процесс, многостадийный, то в результате копирования генетического материала может произойти какая-либо ошибка. И это приведет к тому, что новый штамм вируса может получить какие-то свойства новые. И это может привести к тому, что, например, у человека появятся какие-то другие симптомы. Либо он может немножко, то есть, например, у предыдущего штамма он вызывал только легкую форму, а теперь он может вызывать тяжелую форму, хотя это один и тот же штамм. Так вот, для того, чтобы наглядно представить, ну хотя бы немножко, да, в упрощенном виде, как могут, к чему могут привести и какие могут быть мутации у вирусов, вот на данный слайд давайте посмотрим. Значит, существует несколько вариантов ошибок, которые могут произойти с генетическим материалом. Такие ошибки называются генными мутациями. И вот здесь вот на слайде представлены два варианта генных мутаций у вирусов. Как пример, антигенный дрейф или по-другому перемещение и антигенный шифт или сдвиг какой-то скачок. Значит, смотрите, что происходит при антигенном дрейфе. Это такие изменения в геноме, которые очень незначительные. То есть там всего лишь замена одного гена на другой. И, как мы видим вот на этой картинке, вот он у нас исходный штамм. И в результате антигенного дрейфа, то есть небольшого изменения генетического материала, штамм остался точно такой же, но у него вот эти вот белковые шипы немного изменили свои внешние свойства. Вот это вот антигенный дрейф. То есть штамм тот же, но свойства другие. Что касается антигенного шифта. То есть это для нас в том числе наиболее тяжелая такая опасная генетическая мутация у вирусов. Почему? Потому что, как мы видим вот по этой картинке, при антигенном шифте происходят более значительные изменения в генетическом материале, которые обусловлены пересортировкой или перекомбинацией генетического материала от двух разных штаммов вирусов. Вот смотрите, два разных штамма вируса проникают в клетку. Там происходит, как мозаика, все перемешалось, все гены. И затем, когда вирусы уже выходят из клетки, мы видим, что из двух разных штаммов образовался тут даже третий, четвертый, пятый варианты. Вот, поэтому результатом антигенного шифта может стать то, что появляется новый штамм. Почему для нас это опасно? Потому что этот штамм может обладать более агрессивными свойствами по отношению к нашему организму, и он может быть более устойчивым к проводимой терапии. Вот такие вот генетические варианты. Следующий вопрос про вирус. Как, собственно, происходит цикл его репродукции? То есть почему развивается воспаление, почему развивается иммунный ответ, и, собственно, что лежит в основе заболевания коронавирусного? Значит, смотрите, особенность в чем? Вот у нас коронавирус. Коронавирус, мы уже его строение посмотрели, то есть это вот такая вот белково-липидная нуклеиновая частица. И несмотря на то, что это всего лишь частица, у нее нет глаз, ушей, ног, мозга, но это все равно живой организм. И этот вирус обладает одним из наиболее важных свойств живого, это способность к воспроизведению, то есть копированию себе подобных. Но так как это всего лишь вот такая вот вирусная частица, для того, чтобы размножаться, ей нужны живые клетки. И не просто живые клетки, а те клетки, которые тоже способны очень активно размножаться, которые способны к осуществлению своей функции. Но и это еще не все. Смотрите, для каждого вируса вообще, и для коронавируса в частности, для того, чтобы попасть в живую клетку, ему любая клетка не подойдет. То есть у каждого вируса есть определенный ключик, который подойдет только к определенной дверце в нашем организме. Так вот, ключиком у вируса выступают как раз вот эти вот белковые шипы, или белки С, а дверцей, которая открывает путь в клетку, выступают рецепторы, которые, они называются чувствительные рецепторы, специфические рецепторы, для связывания с вирусом. Вот этот рецептор. А рецептор находится на мембранах нашей клетки. То есть вот это вот все розовое, это наша клетка. И у вас, наверное, возник вопрос. То есть получается, в нашем организме есть рецепторы, для того, чтобы связываться с вирусами. Вы не правы. Наоборот, вирус в ходе эволюции так приспособился к нашему организму, что он изучил, а какие у нас есть рецепторы, чтобы к ним зацепиться. Так вот, получается, для коронавируса специфическим рецептором в нашем организме выступает рецептор, который называется ангиотензин, превращающий фермент второго типа. Ангиотензин, превращающий фермент второго типа. Вы, наверное, знаете, что основным путем передачи коронавирусной инфекции является воздушно-капельный путь. И почему именно так? Потому что это слизистые оболочки, они прежде всего доступны для распространения воздушно-капельным путем. И, конечно же, очень много вот этих рецепторов именно на эпителии верхних дыхательных путей. То есть носовой полости, в ротоглотке. И это, естественно, благоприятная среда для того, чтобы вирус, проникая туда, прикрепился к этим клеткам. И вот тут начинается самое интересное. С помощью этого рецептора вирус проникает в клетку. Внутри клетки происходит так называемое раздевание вируса. То есть вот эта вот липидная оболочка, она сбрасывается. И что происходит? Где-то освобождается вот эта вот либо нуклеиновая кислота. Но дальше я вам тут сложными терминами не буду говорить. Смысл в том, что на матрице вот этой вот РНК происходит синтез вирусных РНК. Но это происходит все в цитоплазме. И параллельно с синтезом вирусных РНК синтезируются вирусные белки. Также в клетке происходит сборка вирусных частиц. То есть вирус, он использует липидную мембрану нашей клетки для того, чтобы построить свою. И только туда встраивает белки свои и все. И дальше вирус покидает клетку в данном случае путем отпочковывания. То есть отпочковывается от клетки. И что мы с вами видим? Мы видим, что один вирус входит в клетку, размножается. И из клетки выходит уже огромное количество новых вирусных частиц, которые готовы заражать следующие клетки. Так, ну здесь немножечко такой повтор. Ну, немножечко. Значит, здесь мы видим опять-таки. Вот у нас вирус, специфический рецептор, клетка-мишень. То есть рецептор нужен вирусу для того, чтобы проникнуть внутрь клетки. Дальше мы видим, что когда вирус внутри клетки, он как на принтере, печатает себе копии. Вот эти копии в большом количестве выходят из клетки. И вот эти вот копии вируса, они начинают поражать все остальные здоровые клетки. Очень важный здесь момент заключается в том, что, а что же происходит с клеткой, когда из нее вышел вирус? А что происходит? Так как в момент размножения вируса синтезируются вирусные белки и вирусные нуклеиновые кислоты, то собственные белки клетки, они не синтезируются. Это приводит к тому, что нарушаются метаболические процессы в клетке, ее функционирование. И крестиком нарисовано, зачеркнуто. То есть клетки погибают. И именно на погибшие клетки в результате воздействия с вирусом и реагирует наша иммунная система. Еще очень важный момент. Смотрите, вы знаете, слышали, наверное, даже кто-то сталкивался с тем, что у коронавирусной инфекции, у COVID-19 очень разнообразные симптомы клинические. Очень много, то есть и сердечно-сосудистая система поражается, дыхательная. И у кого-то обоняние теряется. Так вот, смотрите, ответ заключается в том, что прежде всего рецепторы ангиотензин, превращающие фермент второго типа, он находится в органах дыхательной системы. И это основные входные ворота вируса. Но этот же рецептор находится на клетках сосудов и сердца, головного мозга, кишечника и почек. Соответственно, мы с вами и наблюдаем тяжелые осложнения и клинические симптомы, инфаркты, инсульты и так далее. Так, вот, теперь мы очень кратко поговорим об иммунной системе. То есть, как реагирует иммунная система на коронавирус. И прежде всего нам нужно обсудить, а как в принципе происходит в очень упрощенном виде работа иммунной системы. Значит, иммунная система осуществляет важную функцию, защитную, и защищает нас абсолютно от всего. И в ходе реализации иммунного ответа, то есть защитной вот этой вот реакции, выделяются несколько стадий, то есть это сложный многостадийный процесс. И еще иммунный ответ, он будет разный в зависимости от количества встречаемости с одним и тем же чужеродным объектом. То есть иммунный ответ может быть первичный, когда первый раз иммунная система знакомится с этим антигеном. И повторный или вторичный. Вторичный это не только второй раз, но и третий, четвертый и так далее. Так вот, что же происходит при первичном контакте с любыми чужеродными объектами, которые называются антигены? Вот у нас вирус, он попадает в организм. Сначала его встречают клетки врожденного иммунитета, то есть те клетки, которые к моменту проникновения вируса у нас уже есть, и они готовы принять бой. У этих антигенопрезентирующих клетках на мембране есть распознающий рецептор, который, собственно, с этим вирусом и контактирует. Дальше антигенопрезентирующая клетка поглощает вирус, она его расщепляет на мелкие фрагменты, и затем с помощью презентирующего рецептора выставляет на своей мембране. Что происходит дальше? Дальше к вот этой антигенопрезентирующей клетке подходит наивный Т-хелпер, то есть это Т-лимфоциты, это клетки нашего организма, специализированные для того, чтобы уничтожать определенные возбудители. Почему они называются наивными и почему хелперы? Наивные, то есть они никогда до этого с этим вирусом не встречались, а хелперы от английского слова «help» – «помогать». То есть они нужны для того, чтобы помочь этот вирус уничтожить. Очень большая функция вот этих вот наивных Т-хелперов, она, смотрите, заключается в том, что когда он получает сигнал об антигене специфическом, он приводит к тому, что вот эта клетка, она начинает делиться, и образуется много разных полок клеток. Какие нас волнуют? Это, смотрите, клетки-эффекторы. Эффекторы – это хелперы-эффекторы, которые будут принимать участие именно в данном конкретном иммунном ответе здесь и сейчас. И вот здесь, посмотрите, это тоже очень важно. Параллельно образуются клетки памяти, которые будут работать и в повторном контакте с этим же самым антигеном. Теперь дальше смотрим. Вот у нас неймный Т-хелпер, вот у нас клетки-эффекторы. Они нужны для того, чтобы активировать другие клетки. Именно те клетки, то есть хелперы, они, даже хелперы-эффекторы, они еще никого не убили, они только направили на убийство кого? Натуральных киллеров, макрофагов и Т-киллеров. То есть вот эти клетки будут работать здесь и сейчас. И параллельно образуются Т-киллеры памяти, которые будут работать при повторном контакте. Со стороны Т-хелперов второго типа будут активироваться В-лимфоциты и опять-таки В-клетки памяти. Таким образом, образование преимущественно Т-киллеров будет отвечать за реализацию клеточного иммунного ответа. Он направлен на уничтожение вирусов, находящихся внутри наших клеток. А гуморальный иммунный ответ будет защищать нас от вирусов, которые еще находятся вне клетки. То есть они не успели прикрепиться к рецептору. Так, еще немножко назад. И обратите внимание на длительность. То есть почему, когда мы с вами заболеваем, не только коронавирусом, любым инфекционным заболеванием, о том, что мы заболели, мы узнаем уже, когда есть клинические проявления. Температура, кашель, сыплама и так далее. А ведь на самом деле это только клинические симптомы, только когда вот эти клетки образовались, и они начали взаимодействовать с собственным возбудителем. А вот этот весь долгий этап, мы его не чувствуем. И он называется латентный, скрытый или инкубационный. Так вот, например, в среднем, при первичном контакте клинические симптомы начинают появляться в среднем через 2 недели. Ну, в зависимости от индивидуальных особенностей организма и в зависимости от особенностей возбуденного агента. Теперь мы посмотрим, а что же при вторичном контакте мы видим. А вот смотрите, здесь у нас цепочки уже короткие. Почему вторичные? А потому что наш иммунитет уже встречался с коронавирусом. У него выработались клетки памяти. И при повторном контакте у нас с вирусом взаимодействуют уже именно клетки памяти. То есть они знают точно вот именно этот антиген, поэтому они быстренько дифференцируются в эффекторные текиллеры-белимфоциты. Текиллеры быстренько находят клетку, в которой есть вирус, и вместе с вирусом эту клетку уничтожают. Белимфоциты нейтрализуют вирусы уже на входе. То есть у нас на слизистых оболочках, верхних дыхательных путей, у подготовленных людей, то есть либо в результате перенесенного заболевания, либо в результате вакцинации, есть секреторные иммуноглобулины А, которые уже на подходе вируса его нейтрализуют, он не проникает в клетку, и соответственно мы с вами либо не заболеваем, либо заболевание притекает в легкой форме. Так, и вот здесь вот именно особенности противовирусного иммунитета. То есть он у нас может быть со стороны как врожденного, так и адаптивного. Врожденные это так называемые клетки натуральные киллеры. Почему они так называются? Потому что они всегда есть в нашем организме, и они готовы вступить в боль сразу же, как только проник вирус. И еще есть такие белковые молекулы, как интерферон. Адаптивный иммунитет это Т-киллеры и иммуноглобулины, или антитела, которые синтезируются активированными В-лимпоцитами. Так, ну я думаю, как работают клетки киллеры, надеюсь, уже понятно. То есть киллеры при прямом контакте с клеткой мишени ее уничтожают. Вот функция интерферона. Интерфероны, они синтезируются инфицированными вирусом клетками. И то есть получается, когда в клетку проник вирус, сама эта клетка сигнализирует нашей иммунной системе, что давайте, активируйтесь, нужно бороться с этим вирусом. И интерфероны, они запускают большое количество иммунных клеток для реализации защитной функции. Как работают антитела? Антитела, их основная задача, это нейтрализация вируса. То есть вот уже на подходе. Соответственно, такой вирус, он не может прикрепиться к клетке и проникнуть в нее. А дальше, что происходит вот с таким вот вирусом, на поверхности которого есть антитела, он уничтожается путем такого естественного физиологического защитного механизма. Это фагоцитоз. То есть поглощение и расщепление этого вируса внутри клеток фагоцитов. И вот теперь самое интересное. Смотрите, значит, уже на сегодняшний день известно, что коронавирус делает с нашей иммунной системой. То есть у людей, которые не были привиты, или которые были привиты, но не было у них две вакцинации, коронавирус полностью, смотрите, подавляет выработку интерферона, подавляет, сначала истощает, а потом вызывает гибель клеток киллеров и клеток, продуцирующих иммуноглобулин. То есть, по сути, у людей, которые не были вакцинированы, у них иммунная система вообще не работает, ее нет, нечему защищать. Поэтому мы видим большое количество различных исходов заболеваний, форм заболевания. От легкой формы до самой тяжелой, с летальным исходом. Но тут еще очень важно сказать, что вариант формы протекальной инфекции будет зависеть не только от штамма вируса, от того, как он повреждает иммунную систему. Это еще определяется индивидуальными особенностями организма и факторами риска, такие как возраст, наличие хронических сречно-сосудистых заболеваний, заболевания дыхательной системы. А теперь мы с вами смотрим, что происходит в организме подготовленном. То есть, когда человек уже повторно встречается с вирусом. И вот то, что мы до этого выше с вами говорили, подготовленный, то есть, когда подготовленным может быть в результате того, что вот это вот свойство иммунной системы при первичном контакте образовывать клетки памяти, это такое биологическое свойство нашего организма, оно и лежит в основе принципа вакцинации. То есть, когда нам ставят вакцину, искусственно создают первичный контакт, то есть, знакомят наш организм с вирусом. А если человек привит, то в его организме что происходит? Попал вирус, все клетки иммунной системы, молекулы, они работают, они активированы, поэтому мы с вами видим, чаще всего заболевания протекают, лёгко в средней форме, есть, да, есть тяжёлые формы, но они у привитых людей встречаются гораздо реже. Ну и заканчивая свой доклад, мне хотелось бы сказать о том, что на сегодняшний день мы точно не знаем, как устроен вирус, как он размножается и как он взаимодействует с иммунной системой. А если мы знаем врага в лицо, то мы можем с ним бороться. И точно последний слайд. Дело в том, что коронавирус, как и любой другой вирус, это живой организм. И мы совершенно всё равно, верим мы в его существование или не верим, размножаясь в нашем организме, он эволюционирует. И вот именно от нас зависит. Появится новый, более опасный штаб, или этот вирус будет с нами мирно существовать. Спасибо за внимание.